Собирать праздничные посылки будут волонтёры. За плечами у них огромный опыт работы на Олимпиаде и Формуле-1. Теперь им предстоит подарить Новый год малышам, которые столкнулись с боевыми действиями. Я обращаюсь к волонтёрам, ко всем нам. Давайте сделаем ещё одну акцию. Уверен, что наши жители края Кубани откликнутся. Давайте соберём новогодние игрушки, вещи, в том числе новогодние поздравления нашим друзьям, нашим собратьям с Юго-Восточной Украины. Это и Луганск, это, конечно, Донецк. И я думаю, что это будет своевременно и очень актуально. Им сейчас, конечно, тяжело. Александр Николаевич, мы с честью принимаем Ваше предложение. Уже определены точки сбора новогодней гуманитарной помощи. К примеру, в Сочинском отделении Российского Красного Креста открыли приём писем, посылок и поздравительных телеграмм для детей Луганской и Донецкой областей. Одними из первых откликнулись учащиеся 13-й школы. Дети уже упаковали больше 40 коробок. Главное условие, чтобы содержимое в пути не испортилось, а дошло до адресата. В коробки дети кладут сладости, крупы, консервы, открытки с пожеланиями и констовары. Также гуманитарную помощь принимают во всех городах и районах края на базе центров социального обслуживания населения. Сюда подарки можно принести в рабочие дни с 9 утра до 5 часов вечера. Акцию я узнала от сына. Посмотрели в интернете то, что наш губернатор призвал всех кубанских жителей оказать помощь маленьким деткам, которые живут на юге Украины, чтобы устроить им Новый год. Праздник с игрушками, с новогодними подарками. Мы хотим, чтобы каждому ребёночку пришёл Новый год, Дед Мороз. Когда ты несёшь что-то тёплое, нежное, светлое в дом той семьи, которая нуждается, и ты видишь, чувствуешь душой, что какой-то ребёнок, которому плохо, который находится в больнице, или, не дай бог, как сейчас наши дети находятся под обстрелом, это всё-таки идёт из рук в руки, что эта игрушка оказывается у маленького ребёночка, и у него будет настоящий Новый год. А на Новый год мы, наверное, все с вами становимся немножечко детьми. Груз с новогодними сюрпризами от Краснодарского края будет доставлен на Украину в конце декабря. Инициативу поддержали и казаки кубанского казачьего войска. Они возьмут важный груз под охрану и сопроводят кортеж до места назначения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова